Продолжение следует... 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 Обучение ударам биты по мячу способом сбоку. Первое. Имитация удара способом сбоку в медленном темпе, производя имитацию ударов на низком, среднем и высоком уровнях. Три минуты. Второе. Удары по мячу способом сбоку плоской битой. Три минуты. Третье. Тоже только круглобитой по подвешенному на высоте 1-1,5 метра мячу. Четыре минуты. Четвертое. Удары по мячу способом сбоку. Подброшенному партнёрам на высоту 1,5-2 метра. Шесть минут. Пятое. Тоже только задавая достаточно высокую траекторию полёта мячу. Среднюю траекторию и низкую. Шесть минут. Обучение индивидуальным тактическим действиям в защите. Первое. В парах на расстоянии 18-20 метров. Один партнёр с мячом располагается спиной к игроку. По сигналу игрок без мяча бежит к партнёру или от него. По второму сигналу стоящий спиной разворачивается и выполняет точную передачу партнёру. Игрок, поймавший мяч, по сигналу выполняет аналогичное задание. Способы передачи постоянно меняются в зависимости от расстояния. Четыре минуты. Второе. Построение в колонну по одному. На расстоянии 15 метров находится игрок. Направляющий в колонне выполняет передачу игроку и бежит к нему навстречу. Игрок возвращает мяч направляющему, который убегает в конец колонны. Потом следующий из-за колонны выбегает и так далее. Способы передачи в зависимости от ситуации меняются. Четыре минуты. Третье. Построение в кругах. По 5-7 человек. У всех в руках мячи. В центре круга один игрок. По сигналу игроки с мячами по очереди бросают в центр круга мячи. Игрок, стоящий в центре круга, поворачивается к бросающему мяч и старается поймать его любым способом. Двумя руками или одной. Четыре минуты.